В Краснодаре прошел фестиваль автозвука и тюнинга. Любители ярких и громких машин съехались на парковку одного из торговых центров. Целый день они демонстрировали публике возможности своих авто. Виктория Герус познакомилась с теми, кто выступал вне конкурса и ощутила звуковую волну. Ощущения, мягко говоря, непривычные, вибрирует каждая клеточка тела. Еще бы! В этой машине установлены два самых больших автосабвуфера в мире. Звуковую волну испытать на себе мог любой желающий. Волноваться не стоит, для здоровья это безопасно. Больше 150 дБ владельцы демо-машин не накручивают. А вот автомобиль от такой встряски в буквальном смысле разрывает. Поэтому первым делом умельцы дорабатывают кузов. Был сварен металлический каркас, который продлен до самой задней части автомобиля. Там установлены сабвуферы. То есть это железки? Это железный каркас металлический, да. Изнутри обшит фанерой. А для чего? Для жесткости. Для того, чтобы ее не порвало. А эти ребята делают акцент на внешнем виде машины. Владелец седана Денис хотел усовершенствовать именно отечественную легковушку. Хотя в гараже у него стоит не одна иномарка. Начал тюнинг, как положено, с колес. Спереди у нас стоят 16-е тормозные диски, тормозные субборта, 4-х поршневые. Сзади стоят 15-е тормозные диски, 2-х поршневые. Зачем объясните? Для уменьшения тормозного пути. Фиолетовая ласточка очаровала публику и получила таки первое место за тюнинг. И правда, как часто увидишь приору с ламбо-дверьми. Да и салон, обшитый дорогой замшей Алькантары, тоже редкость. А эта дама в возрасте. Ей 81 год. Это не форт. Как многие могли подумать, от него здесь только движок. А кузов легендарного, но забытого гонома-курьера. Производство немецкого машиностроительного завода, который был основан еще в конце 19-го столетия. По словам владельца машины, это военный трофей советских солдат. Видимо, здесь либо что-то взорвалось, либо еще что-то. Он был немного искажен на заднюю часть изнутри. Либо взрывом, потому что он был посечен осколками сзади. Когда мы сняли с него шпаклевку, краску старую. Когда Юрий впервые увидел ржавый кузов легендарного курьера, сразу решил вдохнуть в нее новую жизнь. Гордится, что теперь она даже лучше, чем когда сошла с конвейера. Для меня это хобби. Очень серьезно этим занимаюсь. Просто, не знаю, даже жить без них не могу, без этих машин. Приезжие местные кулибины показали краснодарцам 12 демо-машин. Яркие, громкие, не похожие на то, что колесит по городским улицам. Эти демонстрационные автомобили уже на вершине пьедестала, на которой мечтал оказаться каждый участник традиционного фестиваля. Виктория Герус, Михаил Дроздов, Алена Чистякова, телекомпания «Краснодар».